На прошлой неделе Сэйм во втором чтении утвердил закон о государственном бюджете 2022 года, в рамках которого предусмотрено дополнительное финансирование Даугутовскому самоуправлению в размере 270 тысяч евро для разработки технического проекта реставрации комплекса санатория Мэш-Тиэмс. В субботу, 27 ноября, руководство городской думы и министр благосостояния Гапис и Глейтис встретились с жителями микрорайона, чтобы обсудить с ними развитие объекта и прилегающие к нему территории. История санатория началась в 1883 году, когда в живописном месте на берегу Даугавы была открыта водно-кумысная лечебница Погулянка. После Второй мировой войны здесь начал работать санаторий Мэш-Тиэмс, с расширением которого развивалась и территория, расположенная рядом поселка. В начале 90-х годов санаторий был закрыт. Исторический объект стоял в полном загустении и разрушался более 30 лет, пока самоуправлению наконец-то не удалось вернуть его в собственность, на очень выгодных условиях обменяв на небольшой часток земли в центре города. А в будущем здесь хотят создать реабилитационно-оздоровительный центр. Для этого планируется привлечь госфинансирование и средства из фондов ЕС. Проект масштабный и потребует значительных финансовых вложений, поэтому крайне важно, что он уже на данном этапе получил поддержку со стороны правительства. Министр благосостояния Гатте Сеглейт, скомментируя решение правительства о выделении целевой дотации на реализацию проекта, отметил, что важную роль этой идеи в развитии региона осознал еще во время своего сентябрьского визита, когда посетил Мэш-Тиэмс вместе с руководством Городской думы. Тот визит произвел на меня очень сильное впечатление. Я увидел это место впервые и осознал, насколько огромен потенциал и этого исторического здания, и все окружающие его территории. Это прекрасный проект, который мы можем реализовать вместе – государство и самоуправление. Я рад, что так быстро удалось сделать конкретные шаги в вопросе привлечения финансирования. 270 тысяч евро в государственном бюджете есть, и за это проголосовали все депутаты и министры. Значит, проектирование может начинаться. Это первый шаг на пути к тому, чтобы через несколько лет здесь все было приведено в порядок. Это место могло бы стать социальным реабилитационным центром восточно-латвийского, а может и государственного уровня. Совершенно ясно, что государство будет продолжать помогать с финансированием, чтобы достигнуть поставленной цели. Вскоре начнется уборка и благоустройство парка. В Мэш-Тиэмсе появится новое место для прогулок и отдыха. Реставрация зданий потребует более длительного времени. Но, как отметил председатель Думы Андрей Элкстенч, реализация данного проекта даст мощный толчок к развитию всего микрорайона. Это абсолютный аналог крепости, абсолютный аналог музея Ротко. Только появился большой объект инфраструктуры, начали реновировать дома, реновировать, возрождать музей, инженерный арсенал, дом Мартинсона, появились променады, стоянки, дороги, площадки. То же самое алгоритм работает в отношении всего микрорайона Мэш-Тиэмса. Появится большой объект инфраструктуры, благодаря этому объекту инфраструктуры, для того, чтобы его привести в порядок, появятся в микрорайоне дорожки, появится в микрорайоне вода, канализация. Потому что, к сожалению, в следующий период планирования европейских средств, эти средства не предусмотрены ни на этот микрорайон, ни на воду и канализацию вообще в целом по Латвии. Да, это будет не быстро, да, это будет не скоро, но по сравнению с 30 ушедшими годами, где здесь вообще ничего не происходило, когда здесь, по большому счету, микрорайон, территория деградировала, сегодня у нас появился лучик надежды, подкрепленный действиями, конкретными деньгами, для того, чтобы эту территорию, этот микрорайон развивать. Жители микрорайона после встречи с руководством города отметили, что услышанное внушает оптимизм, и они будут очень рады, если многие вопросы, связанные с приведением в порядок инфраструктуры, актуальные на протяжении многих лет, будут решены, а Мэр-Семс приобретет второе дыхание. И, конечно, если бы возобновить хотя бы малейшую часть того, что здесь было, я думаю, ну, все бы были бы выигрыши. В связи с развитием данного места начнет развиваться ближайшая территория, откроется, наверняка, я надеюсь, какой-то магазин местный, потому что надо всегда в город ездить. Ну и, конечно, мне надо, чтобы вот эта вот инфраструктура какая-то, владение именно, что это городу принадлежит, ну, заселяет какой-то оптимизм. Сюжет подготовил отдел коммуникации Даугубинского городского самоуправления.